Добрый день, уважаемые коллеги! В первую очередь, конечно, я хотела поблагодарить Татьяну Юрьевну за возможность выступить сегодня, вообще поучаствовать в этой сессии. Мы с 10 утра сидим, и у нас есть возможность действительно поговорить и обсудить такие вопросы, и чуть-чуть пофилософствовать, потому что, к сожалению, мы иногда сидим в рамках своих протоколов и так далее, и мы не можем от них отойти. И сегодня мы философствуем, и мой доклад называется «Путь к прецензионной терапии злокачественных опухолей». Я хотела сейчас как раз сделать интерактив. Что такое, вы понимаете, под термином прецензионная терапия? Вот включите, пожалуйста, интерактив наш. Он где-то… Да, я на своем телефоне его вижу, mobi.vot. Да, нужно подключиться опять. Да, но я думаю, сейчас нам экран подключат. Пожалуйста, коллеги, вы отлучите, да, для рамки? Да, например, наиболее точный взгляд определение прецензионной терапии. Принимаемые нами решения о том, как и что мы будем инвестировать в собственное здоровье, включая диету, физические упражнения. Решение относительно собственного здоровья, часто продиктовано нашими личными предпочтениями в отношении медицины, когда мы балансируем между эффективностью и нежелательными явлениями, внедрение диагностики биомаркеров и визуальных методов для оптимизации результатов лечения и конкретная терапия, подходящая только для одного человека, основываясь на уникальности его точек приложения. Вот, то есть, такая иерархия термина, мы долго думали, какой вопрос задать. И вот, как наши вообще врачи, данный термин вошел давно уже, ну, недавно, недавно входит, да, вошел в работу наших онкологов, то есть он существовал, прецензионная медицина, прецензионная терапия. И хотелось бы, конечно, вот, наверное, закончилось, да, голосование и, как бы, ответ конкретной терапии, да. Но вообще по, если мы слайды подключим, то, ой, предыдущий слайд, то вообще прецензионная медицина – это внедрение диагностики биомаркеров, визуальных методов для оптимизации результатов лечения. И вот такой вопрос, что такое, да, прецензионная медицина, традиционная медицина, вроде равна ли она прецензионной медицине. Мы все знаем, да, что традиционная медицина – это у нас радиотерапия, химиотерапия, хирургическое лечение. То есть, благодаря этим методам мы можем лечить рак, да, то есть вот, или же… Но в прецензионной медицине доктора могут использовать и генетические материалы, и опухолевую, биологическую структуру опухолей, и иммунотерапию, и таргетную терапию, как раз которая позволяет уже более индивидуализированно, наверное, подходить к лечению данной болезни. И за это время, конечно, все претерпело изменения. И вот в истории развития лекарственной терапии вы видите за последние 50 лет, как много всего изменилось. Если в 65-м году были обычные химиотерапии, то вот мы говорим о том, что уже, вот мы сегодня с утра говорили об адювантной химиотерапии, которая была включена. С 80-го года началось уже инвестирование в Национальный институт рака США определение молекулярной биологической структуры опухоли. И вот уже мы можем говорить, что в 90-х годах уже был создан первый препарат, такой как моноклональный препарат, который как раз для века сделал такую большую революцию, наверное, в лечении многих, ну не многих, а онкологических заболеваний. И дальше уже идет развитие геномного секвенирования, идет дальше развитие таргетной терапии. То есть за вот эти 50-60 лет прошла большая-большая такая эволюция лекарственной терапии. И сегодня очень много мы говорили об иммунотерапии. И сегодня мы, наверное, все онкологи возлагаем большую надежду на развитие иммунотерапии. И когда вот мы как раз были с Еленой Владимировной, помните, Елена Владимировна, были мы на IGCS в Киото, там как раз выступал сам Нобелевский лауреат Тосука Ходзю, который сказал о том, что открытие этого как раз препарата, пебролизумаба, это как раньше эра открытия антибиотика. То есть пенициллин открыли, и дальше-дальше пошла терапия, большая терапия, эра антибиотикотерапии. И то же самое все ученые надеются на то, что открытие вот именно пебролизумаба позволит решить вопросы, наверное, которые многие стоят перед нами онкологами. И здесь вот вы можете увидеть облако, это большое облако тех вот как раз молекулярных биологических исследований, которые проводятся по выявлению. И вот все это множественно проходит. И, например, вот мы как раз говорили о дороговизне, да, и вот посмотрите на бюджет лечения четвертой стадии неминкоклеточного рака легкого в мире. Если применять неволумаб, то около 80-90 миллиардов долларов будет уходить на лечение данного заболевания. И, конечно, мы можем без прецензионной геномной диагностики сейчас тоже невозможно уже лечить наших пациентов. И вот комплексное геномное профилирование методом СНП, основанного технологии гибридного захвата, позволяет определить уже все четыре класса изменений генома, а также мутационную нагрузку и микросателлитную нестабильность. То есть все новые эти прецензионные геномные диагностики позволяют уже определить одного пациента с одним геномом опухоли. И у нас возникает уже несколько вариантов лечения, вот как раз то, о чем сейчас мы обсуждали. И понимание вот этого генетического профиля опухоли позволяет сделать, конечно, лечение по-настоящему персонализированным. И жидкостная биопсия, тоже сегодня мы говорили об этом, данный аппарат как раз имеется у нас в Институте онкологии, нам его компания МЕРК подарила два года назад, и мы вот сейчас пользуемся. И это тоже уже скоро становится, наверное, рутиной, которая позволит диагностировать без необходимости проведения биопсии тканей и является уже во всех многих странах рутинным методом. Также можно говорить о том, что мы врачи, мы читаем много, мы прослеживаем много-много клинических исследований, помним какие-то параметры, мутации. Но очень мало таких врачей, как Елена Владимировна, Татьяна Юрьевна, которые знают вам ответы на все-все-все вопросы. И для этого к нам на помощь приходит искусственный интеллект. И вот в данном случае я тоже хотела провести интерактив такой, можно будет подключить интерактив. Мы сейчас, у нас была презентация в нашем институте IBM Watson, и, конечно, отношение врачей к данной разработке, оно неоднозначно. И вот как вы думаете, применим ли искусственный интеллект в медицине в вашей практике? Потому что многие думают, что это такое, но вот мы тоже сомневались. И как бы нам это очень-то понравилось. Ну это такой вопрос просто философский, интересный. Интересно, здесь может с IBM кто-то пришел, Watson поддержать. У нас сейчас это... Ну вот видите, вот такое тоже... Кто-то незнаком, кто-то исключительно в сложных клинических случаях, да? Кто-то говорит о том, что да, нужно использовать. Кто-то говорит, 20% говорят, что нет. Ну, можно следующий, да, слайд? Дальше по философствуем. Можно следующий? А, я сама. Я хотела бы коротко сказать, что происходит в данный момент в Казахстане. У нас реализуется комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями. В рамках этого плана имеется отдельное у нас такое, скажем, молекулярно-генетическое исследование. Такая задача стоит. И как раз основные локализации направлены на рак легкого, коваректальный рак и на меланому. Для этого уже выделено финансирование. И на 2019 год у нас выделено уже почти 800 тысяч долларов на финансирование, именно на определение молекулярно-генетического тестирования. И, конечно, это затратное, скажем, такое исследование, но оно очень необходимо. И вот у нас проводятся исследования на ЭДЖФР, АЛК, РОС-1, ПДЛ-1, БЕРАФ и КЕРАС. То есть это основные такие мутации, которые необходимы, наверное, для как раз назначения для наших пациентов. И вот такая, скажем, эволюция тоже лекарственных препаратов, да, то есть наличие препаратов в Казахстане. Если в 2002 году у нас было всего 35 препаратов, да, то с каждым годом, вы видите, увеличивается. И сейчас в связи с комплексным планом уже выделяется финансирование более 100 миллионов долларов на закуп этих препаратов. И мы уже говорим, что уже у нас имеется 20 таргетных, 3 иммуно-онкологических препарата и более 100 противоопухлевых препаратов. То есть вот такой большой путь идет у нас мелкими шагами, но мы все-таки идем к своей цели. И вот по проекту Watson for Oncology мы отработались с экспертами IBM на базе нашего института. И как бы все наши врачи изначально, конечно, скептически относились, думали, что это какие-то протоколы, которые надо вводить и так далее. Но там действительно искусственный интеллект, и мы несколько в течение месяца сражались с этим искусственным интеллектом. И да, ну победили, конечно, мы проверяли старые истории, мы проверили то, что идет сейчас, как проходит сейчас. Но в общем-то, в принципе, мы были на одном уровне, и наши врачи, и интеллект Watson тоже был. Поэтому это тоже стоит очень дорого, и это тоже необходимо на это финансирование. И вот в прошлом году мы говорили о том, что мы уже в течение двух лет проводим исследования по определению вот именно мутации генов у женщин-казашек, которые как раз заболели раком до 40 лет. Мы сейчас уже собрали группу около 200-235 этих пациентов, которым провели секвенирование, да, и выделили, то есть что было выявлено, да, вот на данный момент, получается только у 30% женщин были выявлены эти патогенные мутации, то есть вот эти БРК-1, там, БРК-2, то есть которые как раз отвечают за рак молочной железы во всех странах. Ну и остальные 70% были варианты с неопределенными значениями. То есть мы сейчас опять дальше будем продолжать изучать этот, но здесь встает вопрос тоже, нужно ли это делать для того, чтобы и тоже мы затратили большие деньги государству, и вот сейчас мы ждем, не дождемся каких-то результатов, которые будут. Ну 30% нам сказали тоже хорошо это, что, да, то есть как бы и то, ну мы думали, что мы вообще найдем что-то, какой-то откроем новый какой-то ген, который может быть у женщин казашек, алтайской группы, но пока вот еще не нашли, нет у нас это, госпремию, наверное, не получено пока. И вот по колоректальному раку то же самое, но здесь результаты более лучшие, мы тоже взяли молодой возраст, до 50 лет, у которых у пациентов был выявлен колоректальный рак, и провели также секвенирование, и вот выявили у 16% патогенные мутации, но 23 мутации оказались уникальными, то есть как раз они говорили о том, что вот семейный рак может возникнуть. И мутации были, эти мутации как раз были, 8 мутаций были расценены как новые, то есть о них вообще нигде еще не описано, мы сейчас вот эти статьи представляем, и я думаю, что дальше будем доисследовать, и мы сейчас связались с институтом рака Милана, с патоморфологами, с генетиками, обсудить вот эти наши исследования. Ну тоже как бы вводить ли эти исследования в постоянную, скажем, практику врача, в рутинную практику или не вводить. Также у нас проходит исследование с корейскими учеными, да, есть такой тест, НКВЮ-тест, который как раз определяет активность естественных киллеров, и по уровню вот наличия в крови этого естественных киллеров, да, то есть определяет состояние твоей иммунной системы, там если она ниже, например, определенного уровня 500, то данные люди должны пройти обследование для того, что может быть у них есть какое-то онкологическое заболевание. И этот тест как раз оказался чувствительным именно для заболеваний кишечника. И то есть он уже внедрен у них в Корею, и как бы вот они нам дали 1300 этих тестов для того, чтобы мы проверили, и было выявлено около очень высокой чувствительности именно при заболевании кишечника, именно при воспалительных, так скажем, да, то есть мы когда проверяли, уже делали сразу виртуальную колоноскопию или обычную колоноскопию, и выявлялись как раз патологии воспалительного характера, ну, то есть как бы тоже пациент уже может знать о том, что у него может возникнуть какое-то другое заболевание. И вот также проводятся у нас текущие клинические исследования, это препаратом с алектинибом, да, это с ЛК-позитивным немококлеточным раком легким, это отеза лизумаб у нас с химиотерапией, или ничего, оно распространено, или рецидивирующим, или метастатическим немелкоклеточным раком легким. И также третья фаза препарата отеза лизумаб, комбинация с химиотерапией больных с тройным негативным раком молочной железы. То есть вот эти исследования тоже все проводятся, и вот заключение я, наверное, хотела сказать, у меня вот такая, у меня как три, да, три точки зрения на всю эту претензионную медицину. Во-первых, как организатора, да, для меня как организатора очень тяжело выбить финансирование на это, и мне приходится доказывать нашему министерству здравоохранения то, что вот нам дали деньги, и мы должны дать, чтобы завтра все наши больные не умирали, и была пятилетняя выживаемость там 80%, да. То есть взгляд этого организатора, это очень дорого. То есть вся-вся-вся эта терапия очень дорогая, ну, дорогостоящая, это все, это могут позволить не все государства. Вторая точка зрения – это точка зрения врача. Конечно, мы врачи все, мы хотим помочь пациенту, мы все запротоколированы, у нас есть протоколы диагностики, у нас есть Google, который наши пациенты читают, и мы не можем, да, уйти от этого, и нам приходится выбивать деньги финансирования на все эти таргетные и иммунные препараты, да. И, конечно, за всем этим стоит наш пациент. А пациент, он всегда прав, и мы даже месяц, когда мне министр говорит, вот мы тебе столько денег даем, ты мне, говорит, даешь, там, это, нет, как его, пять, там, три месяца выживаемость, да, там, два-три месяца, что из-за двоих-тверых месяцев мы будем давать такое финансирование? То есть, ну, здесь мы начинаем говорить уже с точки зрения пациента, что для каждой семьи, каждая жизнь, да, она дорога, для них месяц, два, три – это большая-большая такая, наверное, надежда, да, и все. Поэтому здесь вот такие три пути, и мы вот сегодня вам спасибо Татьяне Юрьевне, что мы можем пофилософствовать хоть здесь, да, с кем-то поговорить и объяснить наши проблемы и отношения к прецизионной терапии. Спасибо. Спасибо большое, Деля Радникова, спасибо большое за блестящий доклад. Деля Радникова, вы нас, извините, пожалуйста, у нас как со стаймингом? Есть еще, да, тогда, пожалуйста, вопросы. Можно я тоже два слова скажу? Ну, во-первых, фантастический администратор здравоохранения, который понимает, что каждая жизнь уникальна, и пока человек живет, ему хочется, ну, в общем, всем хочется жить дольше. Вот это такая разумная, не просто разумная, а фантастическая точка зрения, и очень отрадно, что современные организаторы здравоохранения, наконец, начали понимать простых людей. Я бы еще хотела сделать заметку очень важную для нас о пользе международного сотрудничества, потому что у нас немало пациентов к азиатской популяции, и мы, честно говоря, совсем недавно обсуждали, что вот тот базовый набор тестов на определение мутации BRCA1 и 2, может быть, он достаточен для европейской популяции, а может быть, этим больным надо делать что-то другое, и нужно затратить деньги на специальные исследования. Оказывается, не нужно тратить деньги на специальные исследования, набор мутаций тот же самый, да? Уже потратили, уже потратили. А у меня такой вопрос. Сколько пациентов примерно на круг с злокачественными образованиями в год у вас? На какое количество делить 100 миллионов долларов? Вот так вот грубо. Ну, ежегодно заболевает у нас 35 тысяч, да? Ну, то есть где-то 80% нуждаются в первичном, и еще та группа остается, то есть у нас, ну, 180 тысяч состоит. И тут, как вы, как министр, он мне тоже говорит, и как вы посчитали? Мы такие, мы не знаем, как посчитать, лишь бы в нашу пользу посчитать. И мы придумываем, конечно. И сколько стоит Ватсон последний? Сколько у вас больных в третьей, в четвертой стадии диагностируете и живут? Ну, мы считаем, если общий такой объем считать, то где-то получается 25% это четвертая стадия идет у нас. И получается там, конечно, иногда трудно, да, сказать, где вторая, где третья стадия. А есть какая-то динамика? Динамика есть, конечно, у нас увеличивается. Мы сейчас убрали первую-вторую стадию, скажем, да, у статистических данных. Мы поставили нулевую-первую стадию, да, для того, чтобы четко определить. Реально у нас, видите, три скрининга работают, да, то есть уже 10 лет эти скрининги, и идет ли реальный эффект от скринингов для того, чтобы, ну, действительно, был там у нас, например, если у нас 16% было в 2013 году, первых стадий, да, то сейчас в этом году уже вышло 26% первых стадий, то есть какая-то динамика есть. Остальные вот эти, вторая, третья, четвертая стадия, ну, четвертую можно четко сказать, да, а вторую, третью, вы сами знаете, что есть вторая Б, там, да, которая третья А может перейти в любую-любую эту, и тут уже тяжело говорить, но будем говорить о том, что вот эти 75% пациентов, это все уже как бы идут как запущенные. Мы взяли статистику по раку прямой кишки, и мы сами были в шоке, что первая стадия у нас выявляется вот для наших как раз здесь врачей-онкологов всего 16% прямой кишки, то есть визуально доступной локализации. Остальное все это вот, когда убрали, как раз вот я в вашем комплексном плане поставлена задача увеличить пациентов с первой-второй стадии. Это, ну, вот у нас это было в прошлое, 10 лет назад, это была такая задача, и вот эта задача, видите, как решилась совсем по-другому. То есть можно третью А ради статистики записать во вторую, и вторая Б будет идти как вторая, понимаете? То есть, ну, вы сами знаете, вот все врачи здесь сидят у нас. То есть ради статистики многие, вот ради того, что сейчас исполнить вот эту программу вашу, будут увеличивать, естественно, количество первых-вторых стадий. У нас первая-вторая стадия по старым данным там 66%, но это, естественно, при этом однолетняя выживаемость, да, мы говорим, там, очень низкая, там, и пятилетняя выживаемость, да, очень низкая. Поэтому мы с учетом вот этих всех статистических данных мы разделили по нозологиям. То есть взяли пока три нозологии, по которым как раз проводятся скрининги. Это рак молочной железы, рак шейки матки и колоректальный рак. И в данном случае мы как раз вот эту всю выживаемость и пятилетнюю, и первую стадию выйдем. Пожалуйста. Большое-большое спасибо. Вся некорректное сообщение. Ну, понятно, что... Watson – это усиленный up-to-date. Просто up-to-date нужно анализировать естественным интеллектом, а Watson – искусственным. А как много... Какой процент больниц в Казахстане использует up-to-date? Up-to-date, наверное, все используют. То есть в Казахстане все больницы используют up-to-date? Я не использую, честно скажу. У нас сейчас идет... Тогда неудивительно, что вы победили искусственный интеллект естественным. А вот в России, я думаю, что процента 3, наверное, или 2 используют. А может, 1. А может быть, доля процента. Ну, мы победили вот институт онкологии, скажем так. Ну, вот здесь вот у нас все регионы присутствуют. Это при том, что в России есть свои разработки искусственного интеллекта и дип-лёринга по применению в диагностике разнообразных онкологических заболеваний. Так что я вас поздравляю. Если у вас 100%, мы пойдем туда и там... Не, ну, будем стараться, да, идти к 100%. Да, конечно. Спасибо. Продолжение следует...